Детское радио Праздником, таким замечательным Спасибо, что вы в этот день пришли и посетили нашу студию Спасибо за пригласение Ребята, вы можете задавать свои вопросы Пишите нашей гости на нашу мессенджеру Ватсап, Вайбер, Телеграм, Детского радио Плюс 7, 916-968-0968 Потому что автору самого интересного вопроса Морисан в конце часа Вручит приз Что это будет? Что вы принесли с собой? Мою гитару Гитару? Вы так не пугайте наших детей Я не музыкант, я дипломат Но я люблю играть гитару Поэтому сегодня я Ну, чуть-чуть покажу вам Хорошо Но мы обязательно, ребята, вручим вам приз Мори Минори расскажет об этом чуть-чуть попозже Но пока что мы зададим вопросы вам Если вы не против Вот скажите, сегодня в Японии же выходной день Да В честь праздника А у вас сегодня здесь выходной день? Конечно То есть вы, получается, выходной день Все равно вы по работе приехали к нам на детское радио Пожертвовали выходным днем Ну, для меня это большая честь Потому что я старый дипломат Прошлым летом Поэтому Ну, сегодня вот это Моя первая важная работа И я так рада Здесь с вами Здесь оказаться для нас тоже это большая честь Действительно, что вы все-таки приехали к нам И нам очень приятно У нас очень много вопросов И надеемся, мы все вопросы вам успеем задать Ну, Катюшенька Да Вот, Морисон, вы когда приехали в Россию Впервые Это случилось полгода назад Правильно я понимаю? Или вы впервые оказались? Три года назад И я изучала русский язык два года И после этого я, ну, начала работать в посольстве А вы изучали русский язык именно для работы Или просто по собственному желанию А потом уже выбрали такую профессию Нет, я начала изучать русский язык Только после того, как я стала дипломатом Да-да-да То есть вы всего два года изучаете? Три года? Да, два-три года У вас блистательно владеет русским языком Потому что, я насколько знаю, русский язык очень сложный Да, очень сложный Но для нас, нам кажется всегда, что японский язык очень сложный Вот ваше мнение по этому поводу все же Ну, конечно, для меня русский язык сложнее, чем японский Но такой разговор всегда бывает А сколько вообще вот иероглифов в японском языке? О, это сложный вопрос Но в школе мы обязательно должны научить запомнить 3000 иероглифов 3000 иероглифов? Да А вы говорите русский сложный язык 33? Ну, да 33, ну, я не знаю, сколько ты знаешь Я знаю только 4 Но 33 в нашем алфавите Так, а Морисан, у меня такой вопрос Когда вы приехали впервые в Россию А может быть и уже это ощутили именно сейчас Что вам показалось необычного в нашей жизни, в традиции, в российских? Вот что вас удивило больше всего? В ТВ, в России всего, конечно, холод Погода, понятно Погода, да, особенно зимой Я еще не привыкла к такому городу, но стараюсь А в Японии минусовая же температура тоже бывает, да? Да, да, конечно, но только на севере Японии Я из города Киото, это находится на середине Японии Там очень редко идет снег Ну, вам нравится? Красиво? Холодно, но красиво? Нравится зима? Да, конечно, я люблю кататься на лыжах? Да, да, на лыжах и на коньяках тоже В Москве, да, в разных парках можно, да? Да И это замечательно А снеговика вы уже успели слепить за три года? Я еще не могу говорить, что я уже научилась, но... У вас все обязательно получится Снег у нас до апреля лежит, порой до мая, поэтому есть еще шанс слепить И еще я очень люблю ходить в театр и, ну, концерт здесь, на паре, оперу, да, да, да Здесь очень все высокого качества, поэтому, да, мне нравится жизнь в Москве Познаете Россию с разных сторон, да? Это здорово А чего вам больше всего не хватает? Вот прям хочется, может быть, какого-то даже блюда, не знаю, или какой-то технологии? Нет, ну, в принципе, здесь все есть, да? Все есть, да Но по поводу японской еды У нас же есть роллы, суши, или нет? Вот это совсем не то, наверное, да? Не то Говорите, все как есть Да, роллы, это, по-моему, суши роллы изобретали американцы Они мы Как не вы? Ну, да, поэтому... Да, суши японская еда в Москве чуть-чуть, ну, разная А у вас самое популярное блюдо, это какое в Японии? Наверное, суши Ну, традиционные Но они не похожи на те суши, которые здесь, да, вы пробовали? Ну, вы знаете, ну, для нас суши это просто рис И на рисе рыба Рыба, да, да, такая простая И, конечно, в Японии больше видов рыбы Поэтому, да, конечно Я немного скучаю по сути Да, вроде Ну, в Москве действительно не так много рыбы Но у нас есть много других городов Там, Астрахань, где, например, да, где можно наловить рыбы И с удовольствием ее съесть и на ролл тоже тоже Не только Сейчас здесь не только дорогие рестораны А, ну, достаточно дешевый японский кафе тоже существует Поэтому мне очень нравится, да, посетить японское кафе с русскими друзьями А правильно, что в Японии ведь все кланяются при встрече, да, немножко? Ну, да Да, есть такая традиция А если ты не поклонился, это невежество или нет? Да Ну, надо поклониться Надо поклониться А вот еще, мы сегодня говорили Мы сегодня говорили о том, что если, допустим, кто-то провинился, нужно обязательно побриться наголо Ну, это... Это старая, древняя традиция Это современная Ну, вот, кстати, да, можно проверить некоторые факты о Японии Вот, например, кстати, вы про снеговиков-то заговорили Что японские снеговики состоят не из трех шаров, а из двух А, из двух Из двух, да Да, да, да А у нас лепят из трех шаров Вот, пожалуйста, такая в Японии традиция А еще в Японии, говорят, у месяцев нет названий Они обозначаются порядковыми номерами, да, то есть первый месяц, второй, третий Да? Да, да Вот это да Вот представляешь, Гарик А у нас-то январь, февраль Пока запомнишь, все дети пытаются выучить А в Японии все просто первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой и так далее Ребята, кстати, задают вам вопросы, очень много вопросов Напомним, что вам выбирать лучше И, кстати, вот в подарок Мори-сан принесла такую сумку, да, получается Очень удобная сумочка, кстати Да, очень удобная сумочка И что там изображено, Мори-сан? Это все названия профиктуров в Японии На японском языке, соответственно На японском языке, да, да И ручка, да, тоже достанется кому-то из вас Ребята, вот такой набор прямо из посольства Японии от нашей гости Мори-сан Итак, начинаем задавать вопросы, пожалуйста Дорогой детской радио, здравствуйте, Мори-миноры, здравствуйте Когда вы были маленькой, кем вы хотели стать? Вика из Санкт-Петербурга интересуется О, это трудный вопрос Но в детстве я хотела стать музыкантом Ну, потому что я люблю играть на гитару Да, да, да И я не стала музыкантом, но я продолжаю играть Мы видим, гитара всегда с вами И Мори-сан принесла Мори-си-друг И я привязала в Россию тоже Ну, раз уж мы о гитаре заговорили Может попросим Мори-сан и сыграть нам что-нибудь Раз уж гитара в руках, нельзя упускать такую возможность Ребята, заходите на сайт дети.фм Включайте видеотрансляцию И внимательно слушайте А что это за песня будет, расскажите Ну, я попробую петь мою любимую песню Сейчас очень популярная в Японии Отлично Итак, ребята, внимательно слушаем Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Если даже забыли текст, вы могли бы петь «Любое колесе», вы бы все равно ничего не поняли О чем песня хоть? О любви? Нет Ну да О жизни в Токио О жизни в Токио Вот это да, интересно как Спасибо огромное, очень приятно было послушать Да, такая мелодичная музыка Да, очень приятная, очень приятная Нам по душе Я там даже слышал, даже показалось в тексте, что-то про Гарика там было Это тебе кажется Очень интересно А как, Мори-сан, как сказать привет слушателе детского радио по-японски? Привет? Коннити ва Здравствуйте Здравствуйте или привет А ой, это что такое? Ой Это тоже привет, но только мужчине так А, то есть сегодня только с мужчинами я здоровалась, потому что я приветствовала так слушателей детского радио Ну ничего, скоро праздник у нас, 23 февраля То есть, а слушатели детского радио, как на японском будет? Кодомо-но радио Кодомо-но радио Кодомо-но радио Да Очень хорошо Кодомо-радио Да, правильно Аригато Аригато Кодомо-радио Обязательно запишем И вот Марк из Санкт-Петербурга интересуется Вообще, во-первых, он нас поздравляет с днём основания Японии И интересуется, а как в Японии происходит дошкольное образование Дети со скольки лет ходят в садики, а потом во сколько идут в школу И сколько классов они заканчивают перед поступлением в университет Ооо Да, у нас тоже есть детский сад И это три года обучения И после этого у нас шкоры Три этапа И первая школа – это 6 лет Средняя школа – это 3 года И старшая школа – это тоже 3 года Всего 12 лет О, это чуть больше, чем у нас А какие вот самые необычные предметы у вас есть? Вот мы читали, что это созерцание красоты природы Есть такой предмет, например Ну, это, наверное, необычно Ну, для нас это очень необычно Ну, например, все дети занимаются разным видом спорта Ну, в том числе джудо или карате Да, такие, ну, японские традиционные виды спорты И еще что интересное? Ну, вот в какие кружки они ходят в основном? Карате, джудо, я слышала, что еще плавание очень популярно в Японии Да, да, и бейсбол тоже очень Бейсбол, да? Да, да, да Популярно Слушайте, как интересно А вот какая традиция, вам кажется, смешной или странной вот у нас здесь, в России? Вот что, как вы думаете, зачем они это делают? Зачем? Они ныряют в прорубь, например Есть, есть, есть Когда я приехала в Россию, я очень удивилась Когда я увидела магазин цветов Так Работает круглосуточно А, то есть это для вас удивительно, да? Да, удивительно Ну, кому нужен букет цветов ночью? Ночью Потому что у нас нет такая, ну, родителей, культура дарить цветы Ну, это только очень редкое То есть вот на день рождения не дарят цветы девушке, женщине? Не обязательно Наверное, японские мужчины просто, ну, стесняются Дарить цветы, наверное Ну, это, да, я вот так Я еще помню Так я узелилась Слушайте, интересный, кстати, вопрос прислала Василиса Шишкина Она из Казани Да А вообще вот у вас есть сейчас какие самые популярные тренды в Японии? Вот у нас были всякие эти игрушки Поп-Ит, популярен ТикТок А в Японии вот у молодежи, что сейчас популярно? Да, ну, такие соцсети, особенно Ютуб и ТикТок Очень, очень, да, популярны Ну, да Ну, все, все дети, ну, хотят стать Ютубером ТикТокером ТикТокером, да, да В этом мы с вами похожи В этом, да, очень похожи Понятно Так, ну, очень много вопросов Вот еще один Расскажите о любимой игре японских детей Во что дети любят играть? Вот у нас там любят, например, в прятки, не знаю, в салочки Детки играют сейчас А у вас? А у нас? Ну, сейчас очень популярные видеоигры Поэтому и в Японии, ну, очень много таких крупных компаний этих игр Поэтому, да И, конечно, много вопросов вот ребята задают про домашних животных Вот, например, Василис Шишкин интересуется Если у вас домашние животные, вообще в Японии принято ли иметь домашних животных дома? Любят? Все любят И у нас тоже была маленькая собачка, да Которого зовут Тиби Это означает маленький Да, это такса, да? Правильно я говорила Такса есть, да, есть такая порода собаки То есть у вас популярны больше маленькие, да, породы собачек, кошечек заводят тоже, да? А всяких черепах, не знаю, там, пауков, рыбок Любят японские семьи? Да, рыбки, да, наверное, очень популярные животные тоже Очень хорошо Так сказать, в Осече очень много брюдах Салат это горячее И, конечно, рыба тоже Ну, рыба само собой Да, красная рыба Салат с рыбой, да, получается Салат с рыбой, да, да, да Да, трудно объяснить, очень много А вот, что бы вы привезли в Японию из России? Вот спрашивает Маша Вот, может быть, какие-то продукты, которые вот там нет в Японии? Традицию, может быть, да? Или трагическую какую-то, да, или продукты Например, икра Это в японском языке тоже мы называем Любите? Да, икру А, икра Да, да, да Это мы импортировали слово и весь из России Красная или черная? Красная Черная вы тоже, да, не знаете, что это и мы Еще у нас есть заморская баклажанная Ну, ипоские дети все любят икру Ну вот, кстати, у нас на Новый год тоже традиционную икру ставят на стол Так, хорошо, идем дальше Какая у вас самая любимая игрушка была в детстве? Ролан с 7-летней и Алексей 37-летний, интересуется А, игрушка Да, вот во что? Пикачу, может быть Томагочи Да, о, вы знаете Томагочи? Мы все знаем Да, да, я очень любила в детстве Да, Томагочи? У меня было два Томагочи всегда, да Я играла Это, ребята, кто не знает, такой маленький, маленький компьютер, можно сказать Ну да Такое животное, которого нужно кормить, поить, укладывать, спать Иначе он будет очень громко пищать и мешать всей семье Вот так, да Были такие игрушки у вас, они, да, популярные? Да Это очень интересно Так, спасибо вам большое Еще вопросики Гарик Пожалуйста, вот, например, скажите, пожалуйста, вообще домашние животные у вас были когда-нибудь? Да Да Домашние животные Ну, собака и еще птицы Попугай Попугай, да, да, да Ну, в Японии тоже попугай существует, так, это интересно А вот у меня такой вопрос А как японские дети празднуют свой день рождения? Как это происходит? Да, и что принято дарить, например, деткам? Ну, мы обычно отмечаем день рождения в европейском стиле То есть мы поем эту песню на английском языке Ну, Happy Birthday А, Happy Birthday на английском, почти мы и на английском поем И, ну, и, конечно, вкусные торты и подарки Ну, наверное, ну, как в России Игрушки, конструктор, да? Да, да, да Воздушные шарики, все это принято, да? Мори-сан, скажите, а вы любите ходить в караоке? Конечно Конечно Это традиционное, это в Японии было изобретено Да Все-все любят петь в караоке Какую песню вы обязательно вот исполняете? Может быть, на японскую какую-то? Или вот что вы любите, может, на английском языке? Самая песня, которую вы приходите и обязательно исполняете? Есть Есть такая, да? Есть некоторые песни, которые я обязательно всегда пою И, ну, у каждого есть, ну, свой список любимых песен, которые, ну, хотят поют в караоке И, да, это, ну, самая популярная современная культура Володя из Казани очень быстренько интересуется А мультфильм в Японии сейчас какой самый популярный? Что любят дети? Хаяо Миядзаки? Или это мы любим? Да, Хаяо Миядзаки, он, ну, великий директор И все, не только дети, а взрослые тоже любят его, ну, его мультфильмы Ну, сейчас, ну, например, ну, Наруто или Демонстрия, вы знаете Но есть новые мультфильмы тоже Вот Холодное сердце, например, любят Да, 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 Дизни мультфильмы тоже очень популярные Крокодилу Гену и Чебурашку любят? Да В Японии, вот, вот, куда забрался наш крокодил Когда я была в Японии, ну, на уроке русского языка мы смотрели разные Да, да, мультфильмы Гения и Чебурашка Кстати, там тоже есть песни, которые можно петь, когда у человека день рождения Да, да, да Вместо хэппи-вездной по-русски, так скажем А вот такой вопрос еще есть от наших радиослушателей Скажите, пожалуйста, финальный вопрос Как, где вы уже побывали в Москве, ну, вы уже долго здесь живете Какая у вас любимая достопримечательность, если есть такая? О, достопримечательность в Москве Ну, я уже много, много посетила, ну, разные музеи И, ну, красную прощадь, конечно Ну, наверное, ну, я люблю красную прощадь, добро всего Да, я все еще помню, когда я впервые, ну, туда сходить увидела Впечатления остались до сих пор Да, 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 храм Храм Василия Блаженова Спасибо, Блаженова, да Морисан, пришло время выбирать лучший вопрос Какой вам запомнился? Сегодня ребята очень старались, наши Кому вручим приз? Какой вопрос? Вопрос Что смешанного? Самое смешанное в России Какая традиция в России вам кажется Самое смешное и странное Этот вопрос задала Василиса Шишкина из Казани 9 лет Она получает от нашей гости приз Это будет совочка и ручка прямиком из посольства Японии Василис, мы тебя поздравляем Поздравляем, Василис Морисан, вам говорим спасибо большое, аригато Аригато Да, за то, что пришли к нам, рассказали К сожалению, времени вот не так много Но все же было интересно Бесподобно интересно И еще раз поздравляем вас с праздником Приходите к нам еще раз Да, приносите роллы, суши Будем очень рады И посольство в Японии Мы проводим разные мероприятия По японской культуре Поэтому, да, посетите Участвуйте Ребята, обязательно Да, приходите С удовольствием Придем, посмотрим И узнаем еще больше Много интереса на вашей прекрасной стране Спасибо вам Девская радио Редактор субтитров А.Семкин